Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале Деник Вебмастер. И в сегодняшнем видео мы осуществим разбор слова по составу в программе Microsoft Word. Один из подписчиков задал такой вопрос. Ему нужно выделить суффикс, приставку, корень, окончание в слове. И все это нужно сделать в документе Word. Вот он и попросил меня записать данное видео. Чтобы я показал, как это все делается в программе Word. Так вот, если вам нужно разобрать слово по составу, то есть сделать морфемный разбор в Word, то в данном видео я покажу два варианта решения поставленной задачи. В первом случае для выделения приставки, корня, суффикса, окончания и основы слова мы будем использовать фигуры Word. А во втором случае мы будем использовать макросы Word. Что выберете вы, решать только вам. Что вам больше понравится, то будете и использовать. Я покажу оба эти варианты, а вы уже сами определяетесь, что вам ближе, что вам по душе. В качестве примера у нас будет использоваться слово пришкольный. Видите, я уже его разобрал по составу, выделил приставку, корень, суффикс, окончание и основу слова. Сейчас давайте я покажу вам, как это все делается с помощью фигур в Word. То есть, как рисуются вот эти все знаки. Давайте напишем слово пришкольный. Вот оно у нас есть. И теперь выделим приставку, корень, суффикс, окончание и основу слова. Как это все делается? Первое. Выделяем приставку. Чтобы выделить приставку, переходим на вкладку вставка. Кликаем по иконке фигуры. И выбираем в разделе линии соединитель две точки уступ. Кликаем в любом месте нашего документа. Мы получаем вот такую вот линию. Теперь, удерживая вот этот вот желтый маркер, мы перетаскиваем линию вправо. То есть, на желтом маркере мы зажимаем левую кнопку мыши. И удерживая зажатой эту левую кнопку мыши, мы просто тянем маркер вправо, пока не получим вот такой вот результат. Теперь, с помощью белых маркеров, мы меняем размер нашей фигуры. Вот так вот можно ее изменить. И выделяем, соответственно, приставку при. Если мы хотим изменить цвет фигуры, вот здесь вот, в стилях фигур, мы можем выбрать нужный нам цвет. Например, вот такой вот. Итак, приставку мы выделили. Теперь давайте выделим корень. Чтобы выделить корень, переходим на вкладку вставка, кликаем по иконке фигуры и выбираем в разделе основные фигуры фигуру дуга. Кликаем по этой фигуре и затем делаем клик левой кнопкой мыши в любой части документа Word. Получаем вот такую вот дугу. Но нам нужно ее изменить. Поэтому, используя желтый маркер, мы растягиваем эту дугу до полукруга. То есть, мы кликаем левой кнопкой мыши по желтому маркеру и удерживая эту левую кнопку мыши, мы растягиваем дугу, чтобы получился полукруг. После этого, когда мы получили полукруг, мы на вкладке формат кликаем по кнопке повернуть. По иконке повернуть. И выбираем пункт повернуть влево на 90 градусов. Получаем вот такой вот полукруг. И с помощью белых маркеров мы меняем размер этого полукруга. То есть, уменьшаем его до нужных нам размеров. Чтобы поменять цвет фигуры, мы выделяем эту фигуру и на вкладке формат выбираем стили фигуры, какой нам больше нравится. Например, вот такой вот зеленый. Теперь нам нужно выделить суффикс. Вот такой вот треугольничек. Чтобы получить правильный треугольник, симметричный треугольник, нам для начала нужно создать таблицу. Поэтому мы переходим на вкладку вставка. Кликаем по иконке таблица. И вставляем таблицу, которая будет состоять из четырех колонок и двух строк. Вставили вот такую таблицу, в которой у нас четыре колонки и две строки. Теперь переходим на вкладку вставка, фигуры и в разделе линии выбираем полилиния. Фигура полилиния. Кликаем по этой фигуре. Далее, по углам таблицы нам нужно проставить точки полилинии. Слева в нижнем углу, вот здесь вверху и справа в нижнем углу. То есть, таким образом мы получим правильный ровный треугольник, который будет полностью симметричен. Поэтому сразу делаем клик левой кнопкой мыши в левом нижнем углу таблицы. Протягиваем линию до первой ячейки. Делаем клик левой кнопкой мыши. И протягиваем линию до правого нижнего угла второй ячейки нашей таблицы. Тоже делаем клик левой кнопкой мыши. И чтобы закончить рисование фигуры, нажимаем Enter. В итоге мы получаем вот такой вот треугольник. Этот треугольник, изменить его размеры мы можем, просто перетягивая вот эти вот белые маркеры. Устанавливаем треугольник над нужной буквой и получаем выделенный суффикс. Теперь нам нужно выделить окончание. Для того, чтобы выделить окончание, переходим на вкладку вставка. Кликаем по иконке фигуры. И выбираем фигуру в разделе прямоугольники фигуру прямоугольник. Кликнули по этой фигуре. И затем в любом месте документа делаем клик левой кнопкой мыши, чтобы вставить вот такой вот квадрат. Теперь нам нужно установить контур фигуры, контур нашего квадрата. Поэтому кликаем на вкладке формат по иконке контур фигуры. Выбираем цвет контура, ну например вот такой вот серый. И выбираем толщину контура. Но если сейчас мы этот квадрат поместим на наши буквы, то он перекроет текст. Для того, чтобы текст не перекрывался, нам нужно сделать этот квадрат прозрачным. Поэтому, выделив фигуру квадрат, переходим на вкладку формат. И в разделе заливка фигуры выбираем нет заливки. И вот теперь наш вот этот вот квадрат, он без заливки. Удерживая вот эти маркеры, зажимая белые маркеры, мы меняем размеры квадратика. И получаем вот такой вот графический разбор нашего слова на части. Что нам теперь осталось, это выделить основу слова. Здесь нам тоже понадобится таблица. Таблица с четырьмя колонками и двумя строками. Для того, чтобы сделать вот эту фигуру ровной. Переходим на вкладку вставка, в раздел фигуры. И выбираем в категории линии полилиния. И далее мы рисуем на таблице вот такую вот фигуру по точкам. Выделяем, кликаем по левой верхней точке, потом по левой нижней точке, правой нижней точке и правой верхней точке. На практике это выглядит вот так. Раз, два, три, четыре. И нажимаем Enter, чтобы закончить прорисовку фигуры. Вот мы получаем такую фигуру. Теперь ее можно, удерживая белые маркеры, изменить. Меняем ее ширину, высоту. И соответственно выделяем основу нашего слова. Вот и все. Вот так вот с помощью фигур мы можем выделить префикс, корень, суффикс, окончание и основу слова. Причем вот эти фигуры вы теперь можете сохранить. И, например, если вам нужно будет разобрать какое-нибудь другое слово, например, прибрежный, то вы сможете просто копировать теперь вот эти фигуры. Вот берем, выделяем, например, фигуру, которая у нас создана для приставки, копируем и вставляем. И вот мы получили фигуру для приставки при. Корень, копировать, вставить. Бреж, корень, поэтому немного сдвигаем, уменьшаем фигуру для корня. Суффикс n, копировать, вставить. Окончание a, копировать, вставить. Основа прибрежен. Вставили и получили вот такой вот разбор слова. То есть дальше вам уже не нужно по новой создавать вот эти все фигуры. Вы можете их копировать, вставлять и просто менять их размер при необходимости. Теперь давайте я вам покажу, как с помощью макросов можно осуществить разбор слова на части. У себя на сайте я уже опубликовал статью пошагово, как все делается. Как создать макросы и вот код макроса для добавления приставки, корня, суффикса и окончания в документе Word. Давайте пошагово теперь покажу, как все делается. Значит первое. Вам нужно перейти на вкладку разработчик. Если у вас этой вкладки нет на ленте, значит нужно правой кнопкой мыши кликнуть по любой вкладке и в контекстном меню выбрать пункт настройка ленты. Скорее всего у вас вот здесь не отмечен галочкой пункт разработчик. Поэтому вы должны отметить галочкой пункт разработчик и нажать ОК. После этого вкладка разработчик у вас появится. Второй вариант, как добавить вкладку разработчик, это кликнуть на ленте по вкладке файл, по пункту меню файл. Кликнуть параметры, по пункту параметры. В появившемся окне выбрать настроить ленту. И здесь мы получаем то же окно, которое я ранее вам показывал, в котором нужно отметить галочкой пункт разработчик и нажать ОК. После этого у вас появится на ленте вкладка разработчик. Так вот, переходим на вкладку разработчик и записываем макрос. Нажимаем запись макроса. Здесь ничего не меняем. Нам абсолютно не важно, какое будет имя у макроса, потому что мы будем все потом менять. То есть все вот это оставляем по умолчанию и просто нажимаем ОК. Нажали ОК. Сейчас происходит запись макроса. И мы сразу же должны нажать Остановить запись макроса. То есть мы создали пустой макрос, который по сути ничего не делает. Но самое главное, мы записали макрос. У нас есть макрос. Теперь нам нужно его отредактировать. Поэтому, когда мы находимся на вкладке разработчик, мы должны кликнуть по иконке макросы. Здесь выбираем в перечне макросов тот макрос, который мы только что записали. И нажимаем на кнопку Изменить. Теперь мы оказываемся в окне редактора Microsoft Visual Basic for Applications. И вот перед нами код нашего макроса. Sub макрос 1 это начало кода нашего макроса. And sub это конец кода нашего макроса. Самого кода внутри макроса у нас нет, потому что макрос наш ничего не делает. Но по сути нам это ничего и не нужно. Мы сейчас просто берем и удаляем вот этот весь код. Мы его выделяем и удаляем. Нажимаем клавишу Del. Но будьте внимательны. Вы должны удалить только тот код, который относится к вот этому вот созданному только что макросу. Если вы используете в документе несколько макросов, нужно быть очень внимательным, чтобы не удалить вот те макросы, которые вам нужны, которые вы будете использовать. Вам нужно удалить только тот код, который относится к созданному только что макросу. Макросу 1. Удалили этот код. Теперь переходите на мой сайт. Ссылку я дам в описании к этому видео. Ссылка на эту статью будет в описании. И опускаетесь вниз, пролистываете страничку вниз. И вот у нас код VBA для выделения приставки, корня, суффикса и окончания в документе Word. Чтобы скопировать этот код, вам нужно навести курсор мыши на правый верхний угол поля, где находится код. Появится кнопка Copy, копировать. Вы нажимаете левой кнопкой мыши по этой кнопке. И если вы все сделали правильно, то появится текст Copy, т.е. текст скопирован. Теперь вы должны вернуться в редактор Microsoft Visual Basic for Applications и просто вставить вот этот код, который скопировали с моего сайта. Вот вы его вставили. Теперь сохраняем наш код и можем закрывать редактор Visual Basic for Applications. Если вы все сделали правильно, то на вкладке разработчик, если кликнуть по иконке макросы, в окне макросов у вас появятся вот такие 4 макроса. Корень, окончание, приставка и суффикс. С помощью этих макросов мы и будем разбирать слово на части. Давайте на предыдущем примере разберем слово Пришкольный. Вот у нас есть слово Пришкольный. Выделяем приставку При. Нажимаем на иконку макросы. Выделяем макрос приставка. И нажимаем Выполнить. Вот, обратите внимание, у нас поставлена приставка При. Теперь выделяем корень Школь. Переходим в макросы. Выделяем макрос корень. И нажимаем Выполнить. Вот, обратите внимание, появилась фигура, которая выделила корень слова Пришкольный. Теперь выделяем букву Н. Это у нас будет суффикс. Выделили букву Н, перешли в макросы. Выделяем макрос суффикс. И нажимаем Выполнить. Вот у нас отмечен суффикс над буквой Н. И окончание И. Выделяем часть слова И. Переходим в макросы. Выбираем макрос окончания. Нажимаем Выполнить. И вот, обратите внимание, окончание у нас выделено. Вот так вот с помощью макросов можно разобрать слово на части и графически отобразить приставку, корень, суффикс и окончание.